Друзья, всем привет! Вы на канале Скоревью, и сегодня я расскажу вам о ноже Sanrenmu S611. Это очередная модель из линейки ножей Sanrenmu с фиксированным клинком. Я уже показывал вам одну модель из этой серии, и она мне очень понравилась. Данный ножик, забегая вперед, еще лучше. Начнем с упаковки. Она вот такая вот достаточно скромная. Не буду ее открывать, поскольку внутри ничего интересного нет, да даже не то, что ничего интересного. Внутри нет ничего вообще. В отличие от предыдущей модели, рассмотренной нами данного производителя из данной линейки, здесь нет никакой заманухи абсолютно, то есть никакого рекламного проспекта, нет никакой инструкции по эксплуатации, в общем-то ничего. В коробке был только сам нож и все. Но вот лично мне, ребята, и этого достаточно. Нож этот стоит 28 долларов. Кто-то может сказать, ого, уже немало, но на мой взгляд цена просто смешная за то, что мы получаем за эти деньги. А получаем мы, ребята, за эти деньги просто шикарнейшие ножны. Нож в них сидит великолепно. Конечно же, немножко дребезжит, но когда я пытался этот нож из можно выбросить вот таким вот движением резким, да, ничего у меня не получилось, хотя размахивал я изо всех сил. Это круто. Вставляется нож в ножны с характерным щелчком. Очень приятный звук. Вынимается с трудом все, как и должно быть. На ножнах предусмотрено отверстие для слива воды. Носить нож можно как на шее, на шнурке, так и на ремне при помощи вот этого вот крепления. Крепление с поворотным механизмом, то есть мы можем настроить угол ношения ножа, практически любой, под себя. Это круто. Также круто то, что эта петля не замкнутая. Мы можем ее вот таким вот образом отогнуть. Это позволяет надевать нам нож на ремень даже после того, как мы уже полностью оделись. Ремень нам растягивать будет не нужно, если мы захотим нож на него посадить. Просто отгибаем клипсу, сажаем, и все у нас здорово. Что касается самого ножа, то имеет он клинок длиной 9,5 сантиметров, сведен в 0,4. Ребята, 0,4 на ноже с фиксированным лезвием. Большинство китайских производителей сводят похожие ножи, как топор, а здесь 0,4. В результате мы имеем просто шикарнейший резак, который все те две недели, что я им пользуюсь, меня исключительно радовал. На клинке используется неплохая китайская сталь, которая называется 8хром 14 молибденванадий. Она у меня на многих ножах есть и показала себя, в общем-то, очень и очень неплохо. Конечно же, это не Д2 и не какие-то варианты покруче, но для подобного ножа, для шейника это очень хорошо. Финишная обработка у нас в данном случае Stonewash. Stonewash качественный, смотрится здорово. Накладки у нас на винтах, изготовлены из G10 и имеют такую приятную насечку. Я вот не знаю, будет ее видно или нет. Но это не бороздки такие, а наоборот выступы. И очень здорово все это дело в руке сидит. Здесь есть насечка на обухе, очень хорошо она задерживает палец и даже есть небольшой выступ снизу, который мешает проскальзывать руке на режущую кромку. Сзади вот такая вот петля, на которую можно повесить темляк. Я пока этого еще не сделал, но обязательно сделаю в будущем. Что касается удержания ножа, то я считаю, что с ним тоже никаких проблем нет. Что прямым хватом, что обратным все очень здорово. Обратным хватом даже остается место для того, чтобы вот таким вот образом ставить палец. Я видел обзоры, в которых люди пишут, что рукоять коротковата. Было бы неплохо, если бы она была на сантиметр длиннее, чтобы она была потолще. Да, ребята, было бы неплохо, но это был бы уже совсем другой нож. Если вам нужен нож с рукоятью подлиннее, так вы и покупайте нож с рукоятью подлиннее. Этот нож имеет вот такую вот. И она у него наиболее правильная для шейника. Не забывайте, что это шейник. Это специальный нож для носки на шее. Он должен быть маленьким. Он не может быть с огромной рукоятью. Поймите это. Что касается реза, то никаких претензий абсолютно у меня к этому ножу нет. И деревяшку я им резал, и продукты я им резал. Со всем он справляется просто замечательно. Разделывал я им курицу. Конечно, не очень удобно таким коротким ножом курицу разделывать. Но опять же, я доволен, ребята, я доволен. К приобретению я этот нож, ребята, настоятельно рекомендую. На данный момент это мой любимый ножик из всех, что у меня вообще есть. Я, конечно, думаю, что со временем, возможно, приоритеты как-то поменяются. Но на данный момент все вот так.